К нашему эфиру присоединяется известный журналист, блогер Роман Цымбалюк. Роман, приветствуем. Как всегда, рады видеть. Привет. Роман, ну что, отдельный пласт у нас для беседы. Давай толкнемся от сюжета. Российская пропаганда взялась уничтожать свой же миф про эффективность ЧВК «Вагнер». Вот эти вот все заявления про то, что Бахмут не самый важный, цитата, город с точки зрения фронта. Расскажи, пожалуйста, вот по твоему мнению, эффективно сейчас работает пропаганда про уничтожение мифа про величие «Вагнер»? Ну, конечно. Это, в принципе, нам показывают, как пластично российское сознание и как любой или миф, или полумиф, или любую реальность можно встроить в российскую действительность. То есть найти аргументы российские пропагандисты, например, сможет для того, чтобы объяснить, что Крым – это большая ошибка Владимира Путина и вторжение в Украину в том числе. То есть сегодня ты герой, а завтра наоборот. Вообще, вот если посмотреть на эту историю с Пригожиным, вот как комедийно отрабатывает российская пропаганда, так мне вообще иногда кажется, что они тренируются развенчивать культ Путина. Точно так же можно развернуть на 180 градусов, ну и вперед. Тут вообще, мне кажется, надо вспомнить главное. История с привлечением без какого-либо законодательного обоснования заключенных российских к войне, она же начиналась с чего? Что Пригожин рассказывал о том, что или вы отправите своих детей на войну, или тогда молчите, что у нас не выполняется вообще законодательство и людей просто гонят на мясо без каких-то этих ограничений. Так вот, теперь надо прямо сказать, что очередь не заключенных, а простых российских граждан. И количество видео, которые сейчас публикуются с женами, там, матерями, они все плачут, они говорят, что их отправили под артиллерийские удары и так далее. Этого становится все больше и больше. Так что в этом плане пропаганда, она уникальна, потому что у нее нету альтернативы. И она работает в ключе, что помним, только максимум три дня. И, соответственно, конструируем эту новую реальность. Главное, чтобы вот эти вот импульсы были, ну, как говорится, нон-стоп. Ром, скажи, пожалуйста, а как ты для себя, например, объясняешь эту гибкость сознания российских граждан? Ну, то есть у людей с критическим мышлением начинается нервный тик, когда они слышат заявления пропаганды очередные. Которые, ну, буквально, полностью уничтожают предыдущие заявления пропаганды. То есть картинка, которая рисовалась несколько дней назад, неделю назад, сейчас полностью перерисовывается. Не соответствует действительности. Она раньше не соответствовала действительности. А теперь то, что не соответствовало действительности, то есть искаженная реальность еще более искажается. Ну, то есть бред, полный балаган. А people have it в России. Почему? Ну, я так думаю, что главная задача российской пропаганды – заставить людей, которые живут на территории России, вообще никак не реагировать. То есть довести их до состояния, чтобы они со всем соглашались. Вот любая позиция – сегодня Вагнер хорошо, завтра Вагнер плохо. И это должно ложиться в их головы. Но как это работает? Мне иногда кажется, что люди, которые просчитали книжку «1984» у Орла, они пришли к выводу, что это художественное произведение, а может быть даже не художественное произведение, а учебник, пособие. И вот по этому принципу они действуют. Но, наверное, надо отметить, вот почему так им легко получилось сделать из ЧВК «Вагнер» некий такой культ, геройство и каких-то правильных действий на поле боя. Хотя правильные действия заключаются в том, что просто расстреливали российских граждан без суда и следствия, которые не шли в атаку. Тоже очень просто, что получается вот в этом информационном потоке, который транслируется российской пропагандой, вот чтобы это не было, но если оно чуть-чуть отличается от официальной версии, оно сразу становится каким-то особым, интересным и так далее. То есть, да, и получается, раскрутить можно любого и любую в данном случае. Потому что есть Путин и есть какая-то альтернатива. Я не знаю, даже если она ужасная, но в связи с тем, что есть не так много опций, фанатеть от чего, то автоматически это набирает популярность. И даже после того, как ЧВК «Вагнер» принято решение расформировать, у них до сих пор 30% населения позитивно к этому относится, к этой организации. Хотя, еще раз, если вот так вот вдуматься, то она не предусмотрена российским законодательством, то есть это незаконное воинское формирование. И действия, которые они осуществляют и на поле боя, и по отношению к своим бойцам и к коллегам, в кавычках, из Минобороны, говорят о том, что это просто ОПГ. Ведь как-то тоже странно, пели песни им разные, а потом выяснилось, что они российским солдатам простреливают колени для того, чтобы забрать зарплату, которую им выделил Путин. Вы знаете, вот, мне кажется, мы должны вспомнить такой вот документальный фильм, безумная пропаганда на Первом российском канале, и он назывался так «Уроки музыки для Украины». Что, мол, Вагнер, музыканты, даже сами вот эти определения, музыканты, некий культ, некая какая-то слава и так далее. Ну, во-первых, нужно им напомнить, что Вагнер все-таки был любимым композитором Гитлера. Ну, так как-то почему-то именно его выбрала российская пропаганда. А самое главное, что этот «Урок музыки», он преподнесен на самом-то деле не Украине, а России. Кровавый «Урок музыки». Это правда. Ром, скажи, пожалуйста, ну вот по твоему мнению, с Вагнером, с террористами Пригожинскими все, все закончено? Просто так менялось отношение российских граждан или российской пропаганды к этой организации, о чем ты уже неоднократно говорил, что совсем непонятно, все с ними или они продолжат свое существование? Понимаешь, ну, от героев России, не, не так, от героев России к незаконному формированию, да, это заявление Шойгу когда-то было, потом предатели, значит, и попытка государственного переворота, а теперь просто пустое место. Ну, следующий шаг может быть все, что угодно, от убийства Пригожина до возвращения Вагнера в ряды героев Российской Федерации. Ну, возможно, люди, которые принимают участие в этом ОПГ, они как раз и будут и дальше использоваться режимом, произойдет какой-то ребрендинг, возможно, ее разделают на несколько частей, кого-то, из кого-то сформируют какие-то спецподразделения, но, тем не менее, командиры будут из Министерства обороны. Самое главное, не будут давать им вот этой вот политической медийности, потому что Пригожин, он же своими заявлениями, он что делал? Он вел политическую деятельность. Именно поэтому, когда мы видим абсолютно зачищенную поляну, есть какой-то престарелый Путин, который время от времени появляется на экране скайпа, и есть человек живой, который ходит под обстрелами, я не знаю, у него резкие слова, резкие заявления, оценка в принципе ситуации. Ведь, вот, заметим, опять же, никто не ставит под сомнение в принципе, а зачем все это было надо, ну, вторжение. То есть они постараются на этот вопрос вообще не отвечать. Цели спецоперации, как они говорят, они настолько размытые, непонятно, где начало, где конец. Ну, в общем, как в документальной книге или в учебнике 10984, главное процесс. И вот выходит человек, который говорит, блин, вообще-то это надо там условным олигархам. Ну, тут, по-моему, дело не в олигархах, а в извращенном понимании мира Владимиром Путином. И, конечно, он сразу набирает очки, потому что он говорит что-то отличное, и все же понимают, что он прав. Поэтому, мне кажется, принято решение на такое плавное дробление, и, может быть, дело не в том, чтобы уничтожить именно ЧВК, как это подразделение. Главное уничтожить миф и, соответственно, поставить этих людей под контроль. Вот этим они, наверное, и занимаются. Часть могут отправить в Африку, часть в Белоруссию, часть, соответственно, перейдут в воинские формирования. Ну, а по поводу Пригожина, судя по всему, там есть какие-то договоренности. Он же все-таки человек, который диктует мнение части российской элиты, и он вполне может это все пережить. Ну, да. Посмотрим. Посмотрим. Посмотрим действительно. Рома, спасибо большое. Роман Цымбалюк, известный журналист и популярный блогер, был с нами на прямой связи. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова